Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Уракуа и очередное видео, посвященное необычной редкой машине. Речь пойдет о праворульной японке. Это не капсула времени, но для своего возраста автомобиль с очень небольшим пробегом. Это Mazda Familiar, известная на других рынках под брендом Mazda 323, но в данном случае это автомобиль для внутрияпонского рынка, поэтому название у него фамилия, то есть правый руль, 1984 год выпуска и на одометре у него всего лишь 80 тысяч километров. Причем он еще на старых номерах, которые выдавали в самом начале 90-х годов или же в конце 80-х. То есть, скорее всего, автомобиль завезен был очень-очень давно в нашу страну и вот практически не эксплуатировался, все время проставил в гараже. Он полностью в аутентичном оригинальном состоянии. Сейчас отправляюсь на его просмотр, чтобы более детально изучить, как он сохранился и что это вообще за машина. Так что поехали на осмотр. Итак, друзья, прибыли мы на место осмотра автомобиля. Это типичный гаражный кооператив старого образца. И вот в одном из гаражей стоит эта праворульная японка с небольшим пробегом Mazda Familiar. Вот перед вами этот автомобиль еще на старых номерах. Этот раритет японский был завезен в Советский Союз еще в конце 80-х годов. Причем завезли его в город Владивосток. И первым владельцем была женщина, которая была моряком. И тогда у моряков была возможность привозить такие вот машины из Японии иномарки. То есть одни из первых иномарок, которые массово начали завозиться в Советский Союз, как раз поступали благодаря стараниям моряков торгового флота Советского Союза. И как раз эта Mazda фамилия не есть исключение. В Украину машина попала в 1990 году. Причем ее привезли из Владивостока сюда на поезде. Своим ходом она не ехала. У машины пробег 80 с небольшим тысяч километров. Сейчас я покажу вам показания одометра. Видим 80 тысяч 925 километров. Кстати, аппарат на ходу. Он заводится по словам владельца. И сейчас как раз бегом вам его покажу в гараже. И сделаем запуск двигателя. И выйдем уже на улицу. Более детально вам покажу эту машину. Более детально вам покажу эту машину. Выгнали автомобиль на улицу. Теперь можно более детально все рассмотреть. Оценить его состояние. И вообще расскажу вам подробно о данной модели. Как я уже сказал, это Мазда фамилия четвертого поколения. Такие Мазды выпускали с 1950 по 1985 год. Кстати, это самая первая компактная модель Мазды с передним приводом. В данном случае это седан. Версия четырехдверный. 1984 года выпуска. И с 1,3 литровым карбюраторным мотором. Чуть позже откроем капот. И покажу вам детально силовой агрегат. То касается комплектации. То по внешнему виду все выглядит простенько. То есть обычные штампованные металлические диски. Кстати, они все тут родные. Еще с центральными колпачками оригинальными. Видим рога, так называемые, зерклазанного вида, которые расположены на передних крыльях. В основном такая типичная японочка середины 80-х. Без особых изысков, но добротно сделана. Давайте посмотрим интерьер. Салон оформлен в серых тонах. Комплектация здесь средняя. То есть нет электростеклоподъемников. Сидения отделаны серой тканью. Очень плотной, добротной, такой качественной. И смотрим, что у нас по оснащению салона. Есть автомагнитола кассетная. National фирма. Это японская фирма. В таком вот ретро стиле. Очень круто выглядит. Здесь смотрим какой-то радиоприемник. Кларион еще есть. И, что удивительно, у машины даже есть кондиционер. Вот видим блок управления. Кнопочка. Но, по словам владельца, его надо заправить хладагентом, фреоном. Потому что он сейчас не функционирует. Но в целом, увидеть на автомобиле компактного класса кондиционер, это очень, конечно, круто. Потому что, сравните, для примера, восьмерки-девятки этих же годов, середины 80-х, второй половины. То есть, о таких опциях советские автомобилисты могли тогда только мечтать. Хотя, кстати, на какие-то экспортные рынки предлагались и на вазы кондиционеры. Но советский потребитель всего этого не видел. Ну и, конечно, по качеству изготовления намного добротнее сделано. Мазда японская, нежели советский автопром. Давайте покажу. С правой стороны, с водительской, такой вот руль. Тоже царство серого пластика. Типичная Япония тех лет. Но при этом все сделано качественно, добротно. Посмотрите, какая-то наклейка есть, видимо. На Эссо, когда менялось масло, наверное, да, вот видно отметки пробег 55481 км. Это, видимо, последняя смена масла была в Японии на таком пробеге. То есть, по нашим дорогам машинка прошла порядка 25 тысяч километров всего-навсего. Ну, неудивительно, потому что она была во владении женщины, которая ездила нечасто. И вот она ездила 80 с небольшим тысяч. Эта машина суммарно по Японии и по Украине. Удивительно, даже сохранились еще японские оригинальные коврики на полу. И посмотрите состояние резиновых накладок на педалях. То есть, в принципе, по ним видно, что машина ездила очень немного. И пробег 80 тысяч вполне реалистичный, похож на правду. Машина оборудована четыреступенчатой механической рукопередач. Передний привод, как я уже сказал. Ручник, кстати, работает. Тормоза работают. Автомобиль заводится, едет. И, может, даже немножко проедемся. Расскажу вам ездовые впечатления. Вот из гаража владелец вынес еще один коврик. Это уже сзади, оригинальный японский. Посмотрите на качество исполнения. Вставочка такая красная. Очень-очень добротно выполнен. То есть, даже в таких мелочах, как коврики, японцы были очень педантичны. И придерживались высочайших стандартов. Регулируется переднее сидение по высоте водительское. Ремни безопасности есть. Ну, стандартный набор для японского автопрома тех лет. Давайте я вам покажу еще задний ряд сидений. Тут тоже они укрыты таким ковром. Домашний тюнинг, скажем так. Хорошо сохранилась отбивка. Очень мягкий диван. И вот, посмотрите. Цвет, кстати, занавесочки вполне возможно, что тоже еще из Японии. Потому что в Японии как раз любили такие вот занавесочки. Весит на сиденье. Не знаю, для чего. Для красоты, видимо, для уюта. Но часто я встречаю на праворульных машинах. И оригинальные такие вот из Японии еще занавесочки. Ну, а наклейки это уже, конечно, народное творчество наших людей. Для красоты тут какие-то флаги разных стран. И в том числе, смотрите, флаг Японии присутствует. Давайте теперь откроем капот. И покажу вам мотор этой машины. Вот он, Маздовский двигатель. Объемом 1,3 литра. Карбюраторный. Такой вот массивный корпус воздушного фильтра. Еще сохранились даже наклейки остатки. Еще японских. А замене, видимо, этого фильтра и масла. Тут все родное и оригинальное. Посмотрите, вот подкапотную табличку. Номер кузова указан. Сделано в Японии. Где BD. То есть это поколение четвертой модели фамилии. Или же 323 называлось BD. Такой индекс был этого кузова, скажем так. Так это все выглядит. Передний привод у машины. Из нововведений уже установленных здесь. Аккумулятор свежий стоит на машине. Резина тоже современная. И, по-моему, глушитель. А так все родное, все оригинальное. Смотрите, какое количество наклеечек фирменных, заводских с иероглифами. То есть я машину посмотрел прибором, кстати, по краске. И она вся еще в родной краске. За исключением заднего крыла. Левого. Здесь, видимо, еще в Японии какое-то небольшое ДТП было. Потому что здесь вот присутствуют подкрасы. Ну, это видно, в принципе, вот такие мелкие сколы, присутствуют краски. Что какие-то ремонтные работы здесь проводились. И немножко вот тоже замята арка. Левая, задняя. Ну, скажем так, для машины такого внушительного возраста, это нормальная история. Зато не вот оптика вся родная. Не побитая, не потресканная. Все аутентично. Лобовое стекло тоже родное. Без трещин, без изъянов. Боковые стекла тоже все целенькие. Задняя с подогревом родное тоже целое. И даже вот наклеечки, видим, присутствуют тоже еще японские. Такая вот техника. У данного мотора мощность 63 лошадиных силы. Здесь двухкамерный карбюратор. Максимальная скорость такой машины порядка 150-160 км в час. То есть, в принципе, на уровне Жигулей тех лет. Но гораздо более качественно и добротно по исполнению. Переходим к багажнику. Но, в принципе, здесь ничего такого интересного. Наклеечка NGK. Это фирма в ретру свечей зажигания. Тоже, видимо, из Японии. И тут можете оценить это состояние по таким вот вещам. Кстати, ветровички на стеклах тоже фирменные. Видим с эмблемой модели Фамилия. То есть, это оригинальные японские ветровички для конкретно этой модели. Все меньше и меньше японок, да и вообще иномарок на наших просторах осталось в таком от сохране удивительном. Со столь малым пробегом. Потому что, если Жигули, москвичи, Волги еще попадаются иногда, то такая вот Япония настоящая, аутентичная, уже практически не встречается. Но, тем не менее, попадаются такие экземплярчики. Крайне любопытные и в таком вот интересном сохране. Сейчас сядем еще за руль, немножко проедемся и посмотрим, как машина себя ведет на ходу. Итак, друзья, сел за руль праворульной Мазды Фамилии с пробегом 80 тысяч 84 года выпуска. Сейчас заведу машину и сделаю здесь небольшой кружок по гаражному кооперативу. Так, вытащим. Подсох надо вытащить, потому что машина карбюраторная. Долго не заводилась, стояла практически все время, поэтому дадим ей немножко поработать. Непривычно, конечно, когда рычаг коробки передач находятся под левую руку, потому что как-то, особенно кто правша, для них будет так немножко необычно это все ощущение. Ну что ж, давайте теперь проедемся. Небольшой участок по территории этого гаражного кооператива старого образца. Конечно, дорога убитейшая, но, в принципе, гонять мы не собираемся. Просто, чтобы понять, как все-таки едет эта японка. Отмечу сразу идеальную работу рычага трансмиссии. Очень мягкие и плавные переключения, как практически на новой машине. Даже не все новые машины могут похвастаться такой мягкостью и плавностью включений. Давно я не катался на машинах с правым рулем. Настоящее японское качество. Машина вот сколько лет стоит в гараже, практически не ездит. Со времен, когда ее пригнали из Японии, проехала всего лишь 25 тысяч километров по Украине. И вот, тем не менее, превосходно себя чувствует. Приятно понять японский автопром тех лет. Именно тот, что делался для внутреннего рынка. Так называемый JDM. Japan Domestic Market. Потому что бытует мнение, что для японского рынка японцы делали какие-то более качественные, более совершенные машины, нежели те, что поставляли на экспорт. Я, конечно, в это не сильно верю. Если вы считаете по-другому, пишите свое мнение в комментариях. По крайней мере, мне кажется, что в 80-х годах качество особо не отличалось. То есть, Мазда 323 для европейского рынка была такая же по качеству, как вот эта вот Мазда-фамилия для внутрияпонского рынка. Итак, друзья, будем завершать обзор праворульной японки. Это была Мазда-фамилия 1924 года выпуска, которая за свои 35 лет проехала всего лишь 80 с небольшим тысяч километров. Надеюсь, вам понравился данный контент. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также, кстати, кого заинтересовал этот автомобиль, он сейчас продается. И кому интересно, пишите мне в личку или в комментариях. Дам контакт владельца, потому что машина продается за весьма адекватные, умеренные деньги. И найти, в принципе, иномарку в таком сохране сейчас практически уже нереально. Так что, сидите за публикациями, до новых встреч в эфире. Пока!